Платформа Здравница, 8 утра. Местные жители торопятся по делам и будто забывают о собственной безопасности. Они переходят железнодорожные пути, несмотря на запрещающий знак светофора и громкий звуковой сигнал, предупреждающий об опасности. Здравствуйте, задержитесь. А почему переходите на запрещающий сигнал светофора? Ну не едут, но есть ведь подвижные составы с быстрой скоростью. Это ведь нарушение. Девушка, можно вас? Хотим вам вручить памятку правил безопасности поведения на железнодорожном транспорте. Будьте внимательны и деятельны. Беспечность пешеходов нередко приводит к трагическим последствиям. В 2020 году на железнодорожных путях Одинцовского городского округа погибло уже 10 человек. Один из таких случаев произошел около двух недель назад именно здесь, на платформе Здравница. Тогда под колеса электрички попал 72-летний мужчина. Видно, в силу возраста, может быть, не услышал, либо еще что-то. Здесь, как вы видите, есть светофор, есть сигнал, когда проходит поезд, все это слышно. Ну видно, может быть, не услышал, либо еще что-то. Нередко жертвами несчастных случаев становятся и молодые люди. Как показывает статистика, причины этих трагедий зачастую бывают простые наушники. Как правило, студенты и учащиеся, это самый главный пич для них – это наушники. Мы с этим боремся, но, как вы видите, много информационных плакатов. И устанавливаем загородительные сооружения. Каждому не объяснить, что железная дорога – зона повыше опасности. И каждый, прежде всего, думать должен о своей жизни, потому что трудно брать у них телефон и потом искать слово «мама», «папа» и сообщать, что кого-то уже нет. За нарушение при пересечении железнодорожных путей предусмотрены штрафы. С каждого пешехода, который идет через рельсы, игнорируя светофор, сотрудники МВД вправе потребовать 100 рублей. Но этот факт мало кого останавливает. Просто я смотрю, поезд очень далеко еще. Я сняла еще наушники. Но иногда я прихожу, там стою 10 минут, поезд пройдет и еще звучит, звучит, никак не отключить. Правильно сказали, я больше не буду так пройти. Просто я взрослый человек, смотрю, что очень далеко прошло. Больше не буду повторять. Листовки с напоминанием о правилах безопасности, световозвращающие элементы и разъясняющие беседы. Так можно предотвратить новые трагедии. Но при этом следует помнить, сберечь собственную жизнь может только сам человек.